Здравствуйте, меня зовут Оксана Силантьева, и я рада приветствовать вас в составе экспериментальной группы, группы бета-тестирования сервиса InteractiveView. Я думаю, что тот факт, что вы прислали мне свой e-mail, уже показывает, что тот пример, тот вариант использования этого сервиса, который я показала в посте, вас заинтересовал. Наверняка вы придумаете сами, и я уверена, что у вас будет куча всяких разных креативных идей по поводу того, как использовать этот сервис. Но вот то, с какой позиции мы на него смотрели, когда разрабатывали. Для чего это точно пригодится? Во-первых, самый классический вариант, когда у нас есть одно большое интервью, и мы не хотим его терять, просто выдав в эфир. Когда мы выкладываем его и на сайте представляем вот так, как я показывала в варианте с Дуди Ефремова. Второй вариант, когда мы берем, например, того же самого Ньюсмейкера, того же самого Ефремова, но берем ролики, которые показывают его интервью разным журналистам в разных ситуациях. И таким же образом мы можем собрать вопросы, и кликая на эти вопросы, будут загружаться другие ролики. Совершенно необязательно эту разметку делать в рамках одного видеофрагмента. Третий вариант, который мы рассматривали, это вебинары. Потому что переслушать вебинар, или когда ты не успел на него, не успел в нем поучаствовать. Очень полезно, когда вот сегменты, структура самого рассказа, она будет представлена в рамках таких интерактивных подзаголовков. Еще разные варианты мы смотрели, когда, например, одна тематика берется, то есть не обязательно интервью, да, одна тематика, разные видеоролики. Не знаю, там мы берем показы Жанна Поля Готье за разные года, и вот эти года расставляем и делаем ссылочки на эти видеоролики. То есть, несмотря на то, что мы называем это интерактивью, и несмотря на то, что в основном мы будем его пока продвигать как сервис именно для долгих разговорных форматов, в принципе, это структурирование видео, оно может быть использовано абсолютно в разных ситуациях. И опять же, нет никакой концентрации только на задачу журналистики ни в коей мере. Это и для образования, и для развлекательных медиа, и для, в принципе, блогеров. Абсолютно здесь не важна тематика, какую будут люди использовать. Что мне хотелось бы в ответ от вас, как от экспериментальной группы, от вас услышать? Мне бы хотелось, чтобы вы попробовали, я вам сейчас покажу, каким образом это интерактивью делается. Я бы хотела, чтобы вы попробовали сделать самостоятельно какое-то свое такое-то тестировочное, и описали совершенно честно, описали свой опыт. Какие эмоции испытывали, где были сложности, где вам хотелось бы, чтобы там работала штука по-другому. То есть в данном случае мы находимся на этапе тестирования, и вот эта вот обратная связь, абсолютно любая, главное, честная обратная связь, от вас она для нас очень важна. Значит, у меня большая просьба, та ссылка на сервис интерактивью, которую я вам дам, не расшаривайте ее пока, потому что нагрузка, если эта ссылка пойдет сильно обнародно, пока не готова к большим нагрузкам, поэтому мы собираем экспериментальную группу. То есть вот обратная связь, пока участие в этом нашем секретном предприятии, в закрытой группе, и я бы, наверное, попросила побаловаться. То есть не только сделать что-то такое, прям то, что вам нужно по работе, или какая-то очень серьезная у вас есть идея, просто покреативить, какие еще комбинации видеороликов можно было бы в таком формате сделать. Ну что, это предисловие, а сейчас давайте посмотрим, каким образом, собственно, создается этот новый мультимедийный формат. Мы работаем с готовыми видеороликами. Следовательно, само интервью, либо само видео, которое вы будете размечать, оно уже должно быть загружено на YouTube. У нас нет... Мы не закачиваем этот видеоролик тебе в сервис, мы работаем только со ссылками с готовыми. Поэтому вы можете использовать как видео, которые выложены у вас на вашем канале ютубовском, так и те видео, которые есть на каналах других людей. Единственное здесь ограничение, единственная грабля, которая лежит. Но это абсолютно везде случается, как только мы работаем с социальными сетями, как только мы работаем с сетевым контентом. Если ролик будет удален на YouTube, естественно, у вас он не будет показываться в вашем материале. Итак, вот у нас есть один видеоролик, и это интервью с Михаилом Ефремовым. Значит, в ютубовском стандартном функционале есть такая кнопка, как поделиться, и вот короткая ссылка, которую дает сервис. Эта ссылка будет вести на начало ролика. Однако, если вы вот здесь поставите галочку, например, на 50-й минуте и 15-й секунде, то вот здесь он будет дописывать в URL, в ссылке, будет дописывать, собственно, с какой точки начинать просмотр. Собственно, вот наш сервис основывается на том, что мы можем такие ссылки делать. Не с самого начала ролика, а именно с любой точки. Следовательно, вы отсматриваете интервью, вы отмечаете, в какой вопрос, какой вопрос, либо на какой секунде видеоролика вы хотите, чтобы начался ответ. И вот здесь ставите, например, начало 8.20. И копируем вот эту вот ссылочку. То есть, по сути, у нас должен собраться документ. То есть мы готовим, вначале мы готовим документ, в котором будет формулировка вопроса, и в котором будет ссылочка с конкретной тайметкой, с меткой времени, которая ведет на конкретную секунду, с которой будет начинаться ответ. Таким образом, мы размечаем вопрос секунды. Вопрос секунды. И абсолютно неважно для этого сервиса, вы совершенно не обязательно должны по той же самой структуре, по которой интервьюер вел беседу, выстраивать свой материал. Вы можете переставлять вопросы как угодно, потому что, собственно, на что будет сервис реагировать, он будет реагировать на вот эту тайметку. Если вы видите, вот у нас здесь 8 минут, 15, 13 минут, 938 секунда. Начинаем мы с конца, середины. То есть одно дело беседа живая, другое дело наш перевонтаж, который мы можем сделать. Что еще нам понадобится? Нам понадобится картинка, заглушка на наш материал с размером 640 на 480. И, наверное, на уровне подготовки все, что нам понадобится. Дальше мы идем на сервис. Я ссылочку пришлю. Это ссылочка силамедия.slash.interactive.view И здесь, собственно, сервис мы постарались сделать максимально простым. Сюда мы записываем заголовок. Заголовок – это то, что у нас будет вот здесь. Вот это у нас заголовок. Дальше. Значит, что у нас с картинкой? Опять же, сервис не хранит эти картинки. И эту фотографию вам нужно залить на тот сайт, как вы делаете обычно заливку своих медиафайлов на свой сайт. Например, вот у нас это выглядит, у нас сайт на WordPress. и у нас здесь есть заливка фотографий. Мы ее обрабатываем. Давайте посмотрим. Там говорится 640 на 480. Мы открываем нашу фотографию, которую мы хотим поставить. 640 на 480. И заливаем, как у вас на сайте, как заливаются иллюстрации. добавляете этот файл в качестве в качестве своего обложки, в качестве обложки для Interactive View. Когда вы заливаете, ваш движок дает вам конечный URL этой обложки. Обратите, пожалуйста, внимание, что тот URL, который вы будете использовать в сервисе, он обязательно должен заканчиваться чем-то либо .png, либо .jpg, то есть это финальный, конечный URL, конечный адрес вашего файла. Значит, вставляем сюда адрес этой картинки. Сюда мы вписываем описание. Описание – это то, что будет показываться вот здесь, во второй колонке. Здесь буквально 2-3 предложения смотрите, ставьте. То есть больше будет слишком много. Здесь, естественно, должен быть текст неповторяющийся. А дальше мы идем в нашу разметку, копируем формулировку вопроса, добавляем формулировку вопроса, копируем адрес с тайм-точкой, копируем тайм-точкой. Лучше, конечно, именно вопросами, потому что люди хорошо реагируют на вопросы. И для них ориентироваться именно вот в такой структуре удобно. Вот для примера, значит, я 3-3 взяла. И вот внизу у нас появляется уже, собственно, код, который необходимо вставить. То есть для того, чтобы этот скрипт отработал, чтобы сервис работал, вам не нужно ничего на ваш сайт ставить дополнительно. Никаких плагинов, никаких дополнительных кодов. То есть вы просто делаете в этом сервисе такую разметку и копируете вот этот код. Дальше, что происходит, вы идете, делаете тестовый, делаете тестовый, ну, для тренировки тестовый, если будете работать на практике, делать обычный свой пост на своем сайте. Значит, чаще всего на сайтах используются два редактора, либо визуальный вот такой, либо текстовый, куда мы вклеиваем все имбед-коды и код от Ютуба, и коды от таймлайнов, тех интерактивных модулей, которые мы делаем на других сайтах. Сюда мы копируем этот скрипт. Давайте посмотрим, что у нас получается в результате. То есть у нас подгрузился полностью вот этот блок заголовок. Помните, в description я три раза скопировала заголовок. и, собственно, ваш цитат работает уже вот таким образом. Вот, собственно, и все, каким образом работает этот сервис. Попробуйте любые, любая обратная связь, любые там рекомендации. Понятное дело, что когда мы будем запускать эту тему в массовое использование, то мы сделаем наглядный, вот то, что мы сейчас с вами проговариваем, наглядный мануал, наглядную инструкцию, каким образом, по шагам это делать. Ну вот, в экспериментальном варианте пока работаем вот с таким интерфейсом. По интерфейсу, по функционалу, обратная связь, я буду очень признательна, если вы ее пришлете. Лучше всего присылать на электронную почту, там я смогу ее собрать вместе и проанализировать, не потерять, как это происходит часто в мессенджерах, в социальных сетях. Еще раз большое вам спасибо за то, что вы участвуете в эксперименте и в бета-тестировании и жду ваших откликов и жду ссылок на ваши тестовые материалы с интерактивью. Кстати, здесь вот очень важно сказать, если вы захотите сделать не тестовый, а уже прямо опубликовать это где-то, то без проблем вы можете это делать. Скрипт работает, сервера все настроены, то есть вы можете делать это интерактивью и для публичного показа. Так что жду ваших ссылок и жду ваших отзывов. Большое спасибо, до встречи!